Владимир Гаврилов Владимир Гаврилов Владимир Гаврилов Владимир Гаврилов Владимир Гаврилов А по Америкам, да? Да. Давай расскажем, а почему вообще такая тяга у тебя к велосипеду, к путешествиям, к всему? Почему? Не, ну на велосипед здесь достаточно было просто, поскольку, если ты помнишь, я очень активно занимал социальные работы, да, именно благоустройство как-то нашей жизни в городе, то, в частности, велосипед также относится к транспортному средству. И велосипед является универсальным транспортным средством, плюс к тому и экологически чистым. Поэтому, конечно же, меня это не могло не заинтересовать. Тем более, что моя практика путешествий показывает, насколько эффективно используется данный транспорт, да. Это касается как парамедиков на мотоциклах, так же и использование велосипедов в городских условиях, когда в черте города можно использовать велосипед для того, чтобы добираться до работы, элементарно в магазин, либо на активный отдых и так далее. Поэтому мной была предложена инициатива именно популяризации, пропаганды, здорового образа жизни, использованием велосипеда и показать, собственно, опытом, что велосипед может использоваться абсолютно в любых условиях. Не то, что в московских, но и далеких от наших, можно сказать, комфортных условий для велосипеда. Потому что я на велосипеде преодолевал как горы, так и пустыни, и снега, и везде показывал, что это можно его использовать. Причем я уехал не просто на велосипеде, а еще, естественно, с грузом, со своим багажом. Поэтому это еще был очередной социальный проект, говорящий людям о том, насколько эффективно можно использовать велосипед. Вот, кстати, мой велосипед. И как ты видишь, у меня... С прицепом? Да, прицеп на моноколесе. Он очень удобен. Это немецкая компания Weber, которая производит эти прицепы. Видишь, там находится задний маятник, который очень эффективно крепится к велосипеду. И сам этот прицеп весит 5 килограмм всего лишь, складывается очень быстро. То есть, можно в багаже его перевозить, быстро монтируется, и готов к использованию на дороге держится очень хорошо. Ну, вот, как мы видим сейчас пример. Я ехал достаточно долго. Это Аргентина. Ехал долго достаточно под дождем. Использовал обычный дождевик и чувствовал себя абсолютно нормально. Ну, это вот изборный сайт. Я предлагаю начать с самого начала. Во-первых, почему именно Америка? Во-вторых, кто готовил тебе, или ты сам полностью, или кто-то помогал тебе подготовиться к путешествиям? Там же понятно, что нужно заранее заготовить визы, заранее нужно каким-то образом обеспечить себе проживание. Нет, все я готовил, как всегда, сам. Как и первое, если ты помнишь, кругосветное путешествие на мотоцикле, которое я осуществлял вокруг света. Я готовил там абсолютно все сам. И также в этом путешествии я также готовил все сам. Это и относится и моего питания, проживания, использование велосипедов в различных условиях, его обслуживание и так далее, и так далее. В данном случае, в этом проекте был предоставлен компанией BMW, мной горячо любимый, велосипед. Давай постараемся избежать избегать. Но если мы говорим сейчас о тех, кто помогал, а в дальнейшем все остальное, все, что было со мной, это, конечно, была моя личная подготовка. В данном случае, как видишь, хайуэй, на котором запрещено ездить на велосипеде. Но, тем не менее, по договоренности полицейскими мне удалось решить. Вот, видишь, есть запрещающие такие знаки. Ну, я договорился, это платные дороги, которые контролируются и обслуживаются частными организациями в Аргентине. Поэтому там запрещен въезд на велосипедах. Но мне удалось договориться, объяснив свою миссию о том, что я своим опытом и своими путешествиями добиваюсь. Но, мне кажется, этого можно было избежать, потому что существуют же всегда дублирующие дороги. Дублирующие всегда существуют дороги. Они же живописнее. Живописнее и небезопаснее. И они, может быть, не всегда. Не всегда это так, потому что дороги, которые идут в окрестностях Буэна и Сайреса, которые идут не по хайуэям, там живут люди за чертой бедности. Поэтому находиться на этих территориях очень небезопасно. Ну, еще бы. Да, это даже... Там живут роберсы, так называемые. Поэтому там небезопасно двигаться. Гораздо более безопаснее находиться на контролируемой трассе. А что произошло? Просто произошло плановый ремонт колеса. Это нормальная ситуация. Просто прокол, я его ремонтировал, вот и все. Никаких проблем. У меня были с собой все ремкомплекты, которые... А вообще, как себя техника вела? Ну, на самом деле, вот если ты посмотришь автомобиль. Велосипед достаточно нестандартный. Выбран был для данного путешествия. Это двухподвес, имеющий заднюю и переднюю подвеску. Не совсем удобный велосипед для передвижения на большей дистанции по твердым поверхностям. И тем более с прицепом. Но, тем не менее, я выбрал такой велосипед, потому что я говорил, что велосипед может быть универсальным. А во-вторых, при оцеплении прицепа я имел возможность поехать покататься в лес, попрыгать по горам. То есть, получить какой-то фан. Мне нравится активный отдых и какая-то динамика. И, конечно, этот велосипед давал мне такое преимущество. Я хочу активизировать наших телезрителей. Я думаю, тема вам интересна. Во-первых, здоровый образ жизни. Во-вторых, возможность путешествовать, посмотреть. Так что присоединяйтесь, звоните, задавайте вопросы. Влад вам ответит на все вопросы. Каких денег это стоило и с чего кошелька оплачивалось? И оплачивалось, естественно, с моего кошелька. Потому что все социальные проекты, которые я делал, они оплачивались. Давайте напомним телезрителям. Может быть, кто-то не помнит, а может быть, кто-то и не знал. А ты каким образом зарабатываешь себе на жизнь, чтобы хватало на семью? Ну, вот мы еще до этого не дошли. Но, в частности, сейчас можно говорить о том, что я зарабатываю тем, что я пишу статьи, я фотографирую и так далее. Я работаю со многими изданиями. Поэтому это позволяет мне получать... Ты заранее с ними говоришь, что я поеду туда-туда. Безусловно, конечно. Конечно. Но в данном путешествии мной был применен принцип, говорящий о доступности такого путешествия для любого и каждого. Не нужно обладать талантом писателя, либо журналист, либо фотографа. Я работал в Венесуэле, вводил группы туристические и помогал туристическим организациям в этом плане. Это было Венесуэла. Группы русскоязычные? Там были и украинцы, там были и немцы и так далее. Я их сопровождал. В частности, я также проводил и фотосъемку, и видеосъемку. То есть в различных условиях я работал и док-волкером, выгуливал собак в Майами, и мыл машины и так далее. Это был экспириенс для того, чтобы показать, что любой человек, севший на велосипед, пролетевший в Латинскую, допустим, Америку или Центральную Америку, может абсолютно спокойно зарабатывать себе на жизнь, продвигаясь дальше, путешествия, ни в чем себе не отказывая, живя в нормальных условиях. Слушай, ну а так не очень понятно, а как же безработица, кризис и все такое прочее? Кризис и безработица только у тех, кто ленится работать. Все, кто умеет работать, у того нет никогда кризиса. То есть ты приезжаешь, скажем, в Майами, благополучно богатый город, и идешь, и тут же прям сразу устраиваешься на работу? Да, элементарно. Вы заходите в любое кафе, любую заправку, находите там газеты, журналы, рекламные плакаты, вы узнаете, что наиболее интересно сейчас на улице. С точки зрения юриспруденции это же незаконно. Это незаконно, но сколько в Америке работает незаконных людей? Сколько незаконно работает у нас в России? Впервые в России канала высокой автомобильной культуры сидит человек-преступник, по большому счету. Ну а жизнь такая, куда деваться? Работать это не преступление. Я считаю, преступление не работать. И когда тебе нужно заработать денег для того, чтобы жить... Выжить, да, согласен. И тем более это дело экспериментально, а не для того, чтобы обогатиться. Слушай, ну а можно там теоретически прийти и получить по той визе, которая у тебя есть, объяснив ситуацию, что ну вот так денег нет. Можно поменять статус. Можно поменять статус по визе, обратиться в миграционные службы, собрать необходимый пакет документов, поменять статус и действительно работать, либо учиться в данной стране. При учебе вам дается право на работу и так далее, в зависимости от того, чем на заведение, где вы находитесь. То есть, в принципе, все можно делать в рамках закона. И нет никакой проблемы. С учетом того, что я создавал какой-то опыт для людей, я говорю о том, что вы везде, абсолютно везде можете нормально существовать, жить ни в чем себе, не отказывая в том необходимом, что вам нужно. Вот, поэтому я не считаю это преступлением, Игорь, преступлением не работать и жить за чужой счет. Хорошо. Окей, понятно. Давай начнем тогда... А, ну вот еще вопрос. Сколько же все-таки в результате получилось ты потратил денег? Ну, то есть, была какая-то сумма, с которой ты уехал туда, и сумма, с которой ты вернулся. Мы не берем те деньги, которые ты заработал? Ну, давайте сейчас округлим. Если это касается велосипедного этого маршрута, это где-то было около 10 тысяч долларов. Включая все деньги, которые я зарабатывал в пути и все остальные. Да, то есть, включены и проживание, и питание, и так далее. И я хочу заметить, что я путешествовал 8 месяцев. Преодолел общую дистанцию маршрута, составила более 20 тысяч километров. А фактическая дистанция, пройденная на велосипеде, около 10 тысяч километров. Ну, там, 9 с лишним тысяч километров. То есть, были участки, по которым ты перемещался? Да, на каком-то транспорте, естественно. Потому что в некоторых условиях было невозможно передвигаться на велосипеде. Либо это было чрезмерно опасно. Допустим, как преодолевать Дарьинский разрыв между Колумбией и Панамой. И так далее. Проходить через Сальвадоро, либо Гондурас, в котором шли какие-то действия, не связанные с мирными намерениями граждан. Ну, и так далее. Хорошо. Итак, начнем с самого начала. С твоего старта, который состоялся в Патагонии. Да, на мысах Горн. Это самая крайняя точка, конечность, южная конечность Америки. Где дуют жуткие ветра и обогнуть эту мыс на паруснике в свое время считалось там... Ну, это сейчас является тоже одним из показателей. Там буквально один день хода до Южного полюса. То есть, это практически самая-самая крайняя точка. Это было 13-го в пятницу, да? Да. И затем от мыса Горн, от города Ушуая, который... Подожди, я сейчас перебью тебя. Как любой путешественник, как любой человек, который много времени проводит дороги, ты же должен быть суеверным. И тут вот раз... Нет? Нет, нет, абсолютно. Хорошо. Ладно, понятно, все. Пятьдесят тринадцать – отличный день. Почему нет? Замечательный день. Я даже скажу, что я женился в Майами в тринадцатого числа. Это мы потом обсудим, но я просто скажу, что в тринадцатого числа в Майами я женился. Ну, так возьмем... А у тебя жена иностранка? Нет, жена она русская, просто мы встретились в Майами. О, как. Это было сейчас вот в это путешествие? Да. А, так ты с пользой съездил, парень. Я всегда езжу с пользой. Всегда. Никогда, любое путешествие не бывает без пользы. Любое путешествие обогащает человека. Общением, опытом и так далее. Всегда. Итак, хорошо. Ты отправился с Патагонии. Первый-первый проезд. Как ты ехал? Это же было тяжело войти в рабочий ритм. Это же все-таки не на мотоцикле. Да, но давай начнем с того, что все-таки я не просто взял велосипед и поехал. Я перед стартом, пока я его организовывал, этот проект, я все-таки тренировался. Я тренировался на специальных трассах, в различных условиях, в лесах, на трамплинах, на памп-трассах, на дёрт-трассах, на скоростных трассах и так далее. Я проезжал в день около 30 километров просто тренировочных. Every day на протяжении двух месяцев. Перед стартом. То есть я определенный какой-то ритм выработал для себя. Плюс у меня были установлены специальные системы, контролирующие вращение педалей, частоту сердечного биения и так далее. Ну-ка, подробнее об этом скажешь. Ну, есть системы, в данном случае компания Гармин, выпускает специальные датчики, которые позволяют... Давай мы с тобой договоримся. Если еще раз ты назовешь кого-нибудь... Владимир, ты меня просишь объяснить. Да, ну, надо каким-то образом избегать, потому что меня штрафуют. Я потом приду к тебе и скажу, дай денег. Есть системы, которые контролируют вращение педалей. И в зависимости с сердечным биением, который считывается тоже с определенного датчика, который установлен здесь на груди, можно подбирать подсердечный ритм вращения педалей. Таким образом, сохраняя дыхание и относиться бережно к коленям, чтобы не чрезмерно крутить. Это же многоскоростные велосипеды, чтобы не чрезмерно тратить силу. То есть максимально коэффициент полезного действия задействовать так, чтобы вам ровно хватало столько количества оборотов, сколько нужно в данный момент времени на данной плоскости. Очень важно учитывать уклоны отрицательные, положительные дороги. Ветер его, если он встречный, это одно, если он боковой, это другое, если он дует сзади, это третий и так далее. То есть очень много параметров велосипед в путешествиях превращается в очень серьезный спортивный снаряд. Тем более, когда речь идет о тысячах километров, в таких условиях, допустим, в Патагонии меня просто несколько раз сдувало с дороги, просто на обочине из-за такой сильный ветер. Но это известны Патагонии, мертвые земли, очень суровые условия, в которых, в общем, приходилось пребывать. Это, наверное, одни из самых суровых условий, в которых я был за все время путешествий. Слушай, а это там ты ехал без еды, без питья? Да, там была у меня проблема, она связана, прежде всего, с тем, что, естественно, в тех местах практически ничего нет. Я имею в виду какой-то цивилизации, есть нефтяные вышки, но которые просто принадлежат конкретным компаниям. И нет возможности что-то либо приобрести, тем более, что какие-то продукты у меня даже изъяли на границе. Потому что часть в Патагонии принадлежит Чили, а часть Аргентине. То есть сначала идет Аргентина, потом часть Чили, это где-то около 600 километров, затем опять начинается Аргентина. И очень значительная часть идет по Аргентине. Там большая часть территории принадлежит частным фермерам, это так называемый ранчо, и нефтяным компаниям. Поэтому, да, были участки, которые были проблемами. Но этим же ранчером можно что-то приобрести? Можно, а то только где их находится, их дом, он находится в сотне километров, может быть, от дороги, которая идет. Кстати, очень интересный факт. Дорога именно в этих местах сделана с учетом возможности посадки пассажирских самолетов типа Аэрбас. То есть дорога является как бы запасным аэродромом. Ну это и у нас в России. Ну просто для меня это было определенным таким, то есть это не просто дорога, да, определенное есть расширение и разметка для самолетов. Ну у нас правда не под Аэрбасы рассчитаны были, а под стратегическими бомбардировщиками в свое время. Ну вот, да, у них вот, собственно, есть такие вот условия. А потом уже, когда начал продвигаться ближе к Буэнос-Айресу, когда Патагония закончилась, конечно, там уже были условия все для того, чтобы нормально существовать. Ну а как ты выкручивался в этот период тебе без еды? Ну как, приходилось просто сокращать количество потреблений больше никак, каким образом. Только так, потому что условия никаких... А что отобрали и почему? Отобрали мед, это ветеринарный контроль в Чили. Отобрали мед, отобрали сыр. То есть то, что я мог с собой вести, какие-то такие, как сказать, аквалафабрикаты, которые мог бы использовать. Я не ем мясо, вот, поэтому я использовал какие-то такие вещи, которые могут питаться, да? Вот, то есть у меня не было с собой каких-то консервов и так далее. То есть у меня был мед, сыр, там какие-то хлебцы, в основном рис и так далее. И все, что было такого происхождения, как сыр или там мед и так далее, или там хлеб, там, все это изъяли на границе, составляясь на ветеринарный контроль. И что осталось? Вот, ну осталось сухофрукты и рис, вот, и все, естественно. А самое основное даже было, даже было не в еде, а в воде, да? То есть я, не то, что мне его изъяли, а то, что возможности перетаскивать на велосипеде воду в больших количествах, естественно, это очень тяжело, да? Поэтому это была большая проблема. Ты, подожди, а воду почему изъяли? Нет, нет, воду не взимали, просто тяжело на велосипеде тащить большое количество воды. С прицепом-то? С прицепом в том числе. Даже на велосипеде просто ехать, не просто. В условиях встречного или бокового ветра больше 20 метров в секунду. И вести с собой дополнительную кухню, багаж, какие-то минимальные вещи, инструменты, палатку, спальник и так далее, все это очень непросто. И вести с собой большое количество воды тоже непросто. Вот, поэтому, конечно, приходилось как-то экономить. У меня был платок, который я смачивал, через который я дышал и так далее, то есть пил в минимальных количествах. Конечно, до самых экстремальных ситуаций не доходило, которые, в принципе, можно было бы использовать. Но, тем не менее, было непросто. Дальше все было абсолютно нормально, за исключением того, что основные трассы, которые очень узкие, используются дальнобойщиками около больших городов. Конечно, было достаточно небезопасно ехать все-таки на велосипеде. Но в Буэнос-Айресе я привел все свои дела в порядок. И уже следующее было, наверное, по значимости интересное место. Это водопады Ягуасу. Давай мы по поводу Буэнос-Айреса проведемся. Вот, кстати, да. У тебя там поломка была с тросиком, по-моему? Вот, ну, там это расходные материалы. То есть, у меня с собой были тросики, конечно, у меня были там замены резины, там было, мне там, я ремонтировал камеры. Ты делал все сам или ты пользовался? Нет, я делал все сам, но это же просто. Наверное. Это же просто. Это вот так вот я вот на дороге отдыхал, собственно, как... Скажи, а ты ночевал в палатках? В большей степени, да, в большей степени ночевал в палатке. Да, а в Патагонии у меня от сильного ветра так разорвало палатку, что оставшиеся времени, очень там почти несколько дней, мне пришлось спать просто в спальном мешке без всего. А температура какая? Благо там, ну, там редко опускается, там ниже нуля, да, в тот период времени, вот. Но все равно достаточно холодно спать на земле, вот при очень сильном ветре и очень много песка, да, от ветра. Вот, поэтому приходилось как-то так устраиваться. Вот, ну, для меня это не то, чтобы отшельничество, не то, чтобы бродяжничество. Все эти испытания, это просто очередное повышение какого-то своего опыта, да. Вот, поэтому я абсолютно к этому нормально относился, и у меня не было никаких с этим проблем. Я мог, я останавливался даже в каком-то полицейском участке, я спал в полицейском участке. В смысле? Я просто приехал в полицейский участок в одном из городов и сказал, что я хочу у них остановиться, потому что это был город уже, да, городская черта, это уже было близко к Буэнос-Айресу. Вот, естественно, в городе ты не ляжешь нигде в спальном мешке просто. Да, полицейский участок. И просто я приехал к ним и устроился у них прямо в полицейском участке. То есть для меня... В обезьяннике? Нет, нет, не обезьянник, просто в их месте, где они отдыхают. Вот, и все. Все просто. А ты представляешь себе, вот, заявляли сюда страницы в наш УВД, там, какой-нибудь, я не знаю, в Северном Ападе. Я не думаю, что возникнут какие-то проблемы, я думаю, что точно так же ему дадут место, где он спокойно может провести время. По голове ему дадут они место. А это что такое? Ну, все-таки не будем забывать об индейских корнях. Во всей Латинской Америке у них есть определенные поверия свои, суеверия. И, конечно, то, что сейчас там уже многие столетия католицизм процветает, вот, у них все-таки есть некоторые отклонения, верования в духов, и вот такие вот импровизированные места. Существуют вдоль дороги, на которых люди останавливаются, могут помолиться, пообщаться с духами. Они верят в духов. Вот, поэтому очень много таких вот интересных достаточно мест. То есть, это как раз место было для того, чтобы человек пришел туда и пообщался с духом и предком. Да, да, да. Поставил свечку, положил какую-нибудь вещь, оставил от себя и так далее. То есть, в этих местах можно видеть различные вещи, маленькие, которые люди оставляют. Девушке даже почему-то им больше всего нравится оставлять нижнее белье. Вот, ну, вот даже есть такое. Замечательно. Да, я так и не смог выяснить, почему, но тем не менее. Да, ну, хорошо, боксим с нижним бельем и девушками, движемся дальше. Следующая точка, следующий отрезок. Следующий отрезок – это уже Бразилия, это джунгли Амазонии. Амазонии, вот в данном случае девушка. Тоже без белья? Это повар на корабле, на котором мы пошли по Амазонке неделю, плыли на корабле. А он тут такой, как положено, с колесами? Ну, есть и такие, они туристические, да, они идут с океанического побережья, а этот обычный, ну, как сказать, я не знаю, может быть, там, речной траулер, грузопассажирский. Вот, кстати, река Амазонка сливается с рекой Рио-Негро. Если ты видишь, это чёрная река и молочная река, да, в Рио-Негро другая кислотность, и почва другая, поэтому она такого чёрного цвета. Интересно. Вот, и вот они так долгие километры идут, не сливаясь вместе. Причём, самый интересный факт, что на Амазонке есть очень много рыбы и очень много комаров, совершенно, которые делают невозможным там проживание, и даже нахождение там буквально в течение часа уже хочется оттуда куда-нибудь убежать на другой крайний цвета, то буквально на Рио-Негро уже нет ни комаров и так далее. Единственное, что-то там только есть, это розовые дельфины и пираньи. Ну, и некоторые там виды рыб очень редких. Розовые дельфины? Да, поэтому люди предпочитают... В пресной воде, да? Да, люди предпочитают селиться на побережье Рио-Негро. Да, слушай, интересно. Причём мы шли практически неделю и жили все в гамаках на этом корабле, то есть там ушло где-то около 300 человек местных жителей, и все мы жили в гамаках всё это время. Очень интересный опыт и совершенно незабываемый. Так, это местная гостиница? Это местная гостиница, да, в Бразилии, вот перед тем, как отправиться по реке. С кондиционером, всё как положено. Ну, как бы Бразилия вполне цивилизованная страна и может себе позволить. Ну, вот такой вот кораблик, это вот такой порт. Сколько стоил номер в такой гостинице? Ну, порядок цены. Ну, порядок где-то может быть 20 долларов в сутки. 20 долларов в сутки, да. Ну, это вполне приемлемые деньги, чтобы себе позволить. Когда ты находишься в городе, небезопасно стоять палатку, либо находиться там в спальной мешке или ещё где-то, да? Вот, поэтому, когда необходимо, конечно, приходилось жить в отелях. Вот, скучнее мероприятий быть не может, но иногда очень полезно, чтобы привести себя в порядок и как-то постирать вещи и так далее. Вот, это вот как раз поворот, видишь, на город Манаус. Манаус – это сердце Амазонки, это столица штата Амазония. Вот, вот это пассажиры этого судна, с которым мы очень сильно со всеми подружились. Я их всех перефотографировал, очень интересные. Ну, ещё столько времени. Мы танцевали, пели. Это такая прям... Все латиносы, в частности, там бразильцы, они очень дружелюбные, да. Поэтому там всегда себя ощущаешь, как в одной большой семье. Это очень-очень интересно. Кстати, ты мне задавал вопрос, почему выбран такой был маршрут, да? Вот, маршрут был привязан к так называемой легендарной трассе Панамерикана, которая проходит от Южного полюса до Северного полюса. От Мыса Горн до Аляски до места Dead Horse. Вот, поскольку всё-таки есть определённые условия, да, в которых можно продвигаться, то в Латинской Америке, ну, вообще в Америках, наиболее благоприятные условия для путешествий. Наиболее благоприятные условия для питания. Хотя в то же время есть проблемы. Я заболел, например, в Бразилии тропической малярией. Вот, несовременное лечение, которое может убить вас в течение нескольких дней. Скажи, а ты не делал прививок до путешествия? От малярии нет прививок. Их не существует, да. Существуют только препараты, которые помогают, скажем так, бороться с распространением инфекции у вас в печени, которая размножается в печени. Вот, и требует скорейшего вмешательства уже медицины, которые вводят вам препараты, необходимые для излечения. Ну, либо как профилактика делать то, что делали в своё время многие путешественники. Они огромными количествами, в огромных количествах поглощали джентоник. Ну, на самом деле, до сих пор в Африке все русские врачи мне говорили только одно. Мы лечимся только водкой. Все русские наши лётчики, которые до сих пор работают, не врачи. Это совсем не врачи. Ну, тем не менее, индейцы, допустим, едят кору деревьев, хинина содержащие. Люди, которые живут в городах, ближайших к джунглям, конечно, употребляют какие-то медикаменты. В случае заболевания они позволяют решить вопрос до того момента, пока человек не будет доставлен в госпиталь. Просто употребляя эти медикаменты до, в качестве профилактики есть такие препараты, которые позволяют снизить риск заражения от малярийных комаров. Но они очень сильно влияют на печень. Поэтому, если только эндемичная зона совсем очень сильная, в которую вы едете, можно употреблять эти препараты. Причём за 2 недели до приезда и 2 недели после приезда, естественно, во время нахождения в данной зоне. Но, тем не менее, я предпочитаю всё-таки двигаться всегда вперёд. Вот. И там из миллиона комаров, если вас укусит один, ну, скажем так, это ваша судьба, да? Есть возможность излечиться, и поэтому я прошёл лечение. Как и где ты лечился? Это же высокая температура, не поедешь, значит... Это, во-первых, высокая температура, это лихорадка, это страшная диарея, это абсолютная бессонница, бессилие и так далее. То есть очень много проблем. Начал я лечение в Бразилии и продолжил лечение уже в Венесуэле. То есть ты не остановился в больнице? Нет, я первые 2 дня остановился в больнице. Мне сделали полностью, прокопали меня капельницы и так далее. Я ввели необходимые медикаменты, которые позволили снизить этот самый эффект, да? Первый вот этот эффект страшный, который от малярии идёт. И в дальнейшем я просто уже опотреблял медикаменты, которые были необходимы для полного излечения. Вот. И самое главное – это первую волну нейтрализовать, а в дальнейшем можно уже пройти просто курс, который полностью излечит от малярии. Ну, хотя считается, что полностью излечиться от малярии невозможно. То есть она остаётся в тебе? Ну, так или иначе, влияние её остаётся, да? Потому что всё-таки заболевание очень серьёзное. В мире от малярии умирает больше людей, чем от СПИДа, от всех других болезней вести в зеркале. Ну, вот это просто мои друзья меня сфотографировали. Вот так мы, собственно, жили в протяжении недели в гамаках. Вот. Дальше после… У нас там был экспириенс. Я договорился с фишерменами, индейцами, которые живут в добыче рыбы. Я поднялся где-то на 100 километров выше по течению по Рио-Негро. Жил с индейцами на берегу реки Рио-Негро. Ловил пираньи, питался личинками и так далее. То есть познавал какие-то местные навыки людей. Ты жил с индейцами? Я жил с индейцами, да. Ходил в джунгли, в Primary Forest. Узнавал, как они живут. Они показывали, какие медикаменты они добывают из джунглей. Джунгли даёт абсолютно всё – еду, медикаменты и полностью жизнь. Поэтому они там живут вполне себе ничего. Ну, ничего как. Они ни в чём не нуждаются. Ну да. По большому счёту. Вот. Поэтому это тоже был очень-очень хороший опыт. А небо какое-то тревожное. Там гроза какая-то? А гроза набегает, вот ты вот можешь видеть, да, она буквально набегает там за пять минут. И начинаются тропические ливни, которых абсолютно ничего не видно, даже на расстоянии двух метров. Вот пытается капитан справиться с этой бурей. Потому что нас начал ветром сносить к берегу. Даже такой большой корабль, ветер с такой силой, и тропический ливень такой тоже силой, что просто всё вокруг гремит, да, от такого дождя и ветра. Так что было достаточно интересно. После Амазонки я дальше начал подниматься уже в Венесуэлу. И в Венесуэле у меня была цель. Это священные горы, Тепуи, Рейма, Кукинан и так далее. И вот в этом месте я остановился для того, чтобы пополнить все какие-то финансовые, раз всё бюджет, свои затраты я уже исчерпал. Поэтому мне нужно было пополнить всё бюджет, и я там остановился, чтобы заработать деньги. И вот я там водил группы. Трижды я забирался на священную гору Ра-Рейма. И даже занёс туда впервые в истории велосипед с любезного разрешения шаманов, которые позволили мне занести туда. На Ра-Рейме нельзя не оставлять ни мусора, и даже испорожняться на ней нельзя. Потому что индейцами из давних времён считается, что наверху, это столовые горы, вверху живут боги. И там наверху, на плато... Какая высота? Высота небольшая, 2600, но особенность этих гор в том, что все края вокруг них вертикальные. И вверху образуется плата, то есть как форма стола. И вверху особенность такая, что там очень много собирается воды во время дождей. Именно эта вода образует реки, которые текут в саванну, в долину, давая, естественно, долине жизнь. Это в данном случае водопад Ягуасу, который находится на границе Аргентины и Бразилии. Это комплекс каскадов, самый крупнейший водопад в мире. А что за река? Река, я не могу сейчас точно сказать, какая точно река. Там несколько рек с разной стороны течёт. И это целый комплекс огромный, очень большой, такая там как в форме копыта. Это называется глотка дьявола. Здесь самое-самое большое, скажем так, падение воды здесь происходит. Очень, конечно, потрясающее зрелище. Ничего на свете круче нет, потому что я был на всех самых-самых-самых водопадах. За бабочкой с номером 08. Да, 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 смешно. И, кстати, там очень много бабочек. Я, к сожалению, попал не в сезон бабочек, а так это место, национальный парк, там очень много бабочек. Просто там миллионы, совершенно разных разновидностей. Туда очень много приезжает учёных для того, чтобы наблюдать за ними. Я там гулял в этих национальных парках, купался в этих водопадах. В общем, конечно, очень такое место силы. Я был на водопаде Виктория в Зимбабве, я был на Санто-Анхеле, это самый высокий водопад в Венесуэле. Естественно, я был на Ниагаре, так вот водопад Ягуасу, это ни с чем не сравнимое зрелище. Гулял в джунглях. Так, хорошо, что дальше у нас? Дальше, ну, естественно, это были горы, горы Типу. Я трижды поднимался, делал восхождение на Ра-Рейму, стал практически у индейцев своим, потому что только индейцы так часто могут подниматься на эти горы. И сложность посещения горы очень достаточно большая. Вот, и дальше я работал с туристическими компаниями, делал рекламные ролики. Я снимал для них рекламные различные ролики, делал буклеты и так далее. Делал какую-то рекламную работу для них. Я облетал на самолетах всю Гран-Саванну, был в различных местах, в дельте реки Оренока, на водопаде Сан-Туанхель. А как ты устроился на работу на эту? Просто пришел и сказал, что я могу. Я сказал, давайте, я сделаю то, что я могу, если вам понравится, вы мне заплатите. И сказали, окей, я сделал, мне заплатили. Фантастика какая. И сколько тебе заплатили, сколько ты времени потратил? Ну, в зависимости от работы. Одни мне заплатили 500 долларов, другие заплатили 100 долларов. Какие-то люди, которые в частном порядке я фотографировал, платили за данную работу и так далее. Конкретно для них, я делал для них пакеты, делал для них слайд-шоу, записывал на диск и так далее. Я делаю это профессионально. У меня есть хороший компьютер, мощный и так далее, который тоже был со мной. Поэтому весь постпродакшен я делал сам. Ну, это я фотографировал на телефон, поэтому такие вот снимки. Расскажи, вот мы просто убежали вперед по поводу Нового года. Да, ну, Новый год как раз я проводил на горе Ра-Рейма. И, кстати, очень смешная история получилась. И как раз мы говорим конкретно об этом, о деньгах. Когда я поехал уже на Ра-Рейму, последние деньги я свои потратил на батарейки и еду. И я поехал туда с полной уверенностью встретить там Новый год. Но с учетом того, что Ра-Рейма охраняется индейцами и туда не допускаются самовольные путешественники, мне пришлось, конечно, хитростью как-то устроить свой праздник. Поэтому я отдал свой телефон, чтобы индейец провел меня на Ра-Рейму. Единственное было условие, что мы должны были туда дойти быстро. И если люди, которые двигаются на Ра-Рейму, в обычном, когда занимаются хайкингом, прилетают туда специально для этого, тратят на это 2-3 дня, то мы зашли туда за один день. То есть темп был настолько быстрый, что даже тот индейец, который был, он, конечно, жалел о многом, что связался со мной. Потому что мое желание быть на Новый год на священной горе Ра-Рейма, которая вот справа от нас, это где-то вот эта часть, это где-то 20, наверное, километров от Ра-Реймы, но еще до деревни Ра-Рейма, где живут сами индейцы, еще до нее километров примерно 15. Но как же подниматься? Вот отвесные скалы, и там буквально есть такой подъем, тоже отвесный, который буквально 2 метра от скалы, и отвесный подъем, буквально карабкаешься через чаще. Ну вот, собственно, индейец, который мне помогал двигаться, который согласился за телефон сделать восхождение со мной на Ра-Рейму. Причем это абсолютно было безумие, но, тем не менее, он согласился на это практически. Я поступил с принципами конквистадоров, которые предлагали бусы в обмен на золото. Поэтому я использовал свой шанс и был, собственно, вознагражден. У тебя вариант как раз наоборот. Ты золото поменял на бусы. Вот это уже на самом плате, там можно пить из любых луж, потому что там все экологически чистое, это дождевая вода, и поэтому там, конечно, уникальная природа. Но имеется в виду, если только после дождя, потому что она все равно засветет рано или поздно. Нет, она не цветет, она постоянно уходит. То есть дождь приходит, она где-то с вершин спускается вниз, воду можно брать оттуда, где она течет. Если вода не стоит, а течет, то ее можно спокойно наливать, пить. Никакие проблемы, даже не нужно не кипятить. Интересная скала. Да. Кстати, там туда привозили всю студию Pixar, специально из Калифорнии, для того, чтобы они могли напитаться этой энергетикой, и они снимали по мотивам этих мест мультфильм Up. Если ты помнишь, такой был мой фильм, пиксаровский. Недавно свежий, буквально год назад, по-моему, был, два года назад. Можешь посмотреть, и ты увидишь сюжеты с горы Реймы. Самая особенность в том, что там очень много скал, которые с какого-то разного ракурса похожи то на черепаху, то на лицо человека, то на какое-либо другое сказочное существо и так далее. Вот эти места называют джакузи. То есть это дождевая вода, представляешь, а внизу россыпи горного хрусталя. И в них можно принимать ванны. Она холоднющая, где-то 10 градусов максимум, наверное, температура. Но когда ты туда погружаешься после восхождения, совершенно, наверное, тяжелого, то чувствуешь себя просто действительно на небесах. Знаешь, вот так вот я купался. Внизу россыпи горного хрусталя. Это очень потрясающее, конечно, ощущение. Да, вот это красиво. Да, вот высота 2,600, на пике, по-моему, 2,680. Там есть такой пик. Там есть, если подняться на плату, там есть несколько вьюпоинтов интересных очень. Ну вот, собственно, туристы, которых я фотографировал. В данном случае я делал для него фотосессию, он ее просто приобрел за деньги. Вот и все. То есть вот и вся работа, все просто. Ты пришел и сказал, вот давай-ка сейчас я тебе сделаю фотосессию, в результате ты заплатишь деньги. Сколько стоила фотосессия этому человеку? Ну, ему фотосессия стоила 200 долларов, например. Понятно. Ну, а смотри, разница какая. У нее есть маленький фотоаппарат, которым он сфотографирует несколько, может быть, закатов. У тебя есть профессиональная оборудование. У меня есть хороший фотоаппарат, у меня есть опыт. Сколько процентов ушло в казну? В казну чего? В государство, на территории которого ты совершил незаконные действия. Я вольный художник, поэтому в данном случае люди платят просто за мое искусство. Знаешь, можно рисовать, сидеть на какой-нибудь улице и рисовать, и люди тебе просто платят. Никто тебе не скажет, сколько ты должен заплатить налогов с этого. Ну, это вопрос не к нашему каналу, да, и, в общем, не к нашей передаче. Потому что если у вас в нашем холдинге есть другой канал, который Закон ТВ, когда тебя туда пригласят, придется тебе рассказывать по-честному еще раз. Я готов. Много ли народу там? Или там пусто-пусто, совсем несколько туристов? Да, на самом деле народу не очень много, зависит от всего сезона, который проводится. Там буквально несколько компаний, которые организуют восхождение на эту гору. Все связано с погодными условиями, потому что там настолько уникальные погодные условия, что иногда очень осложняет восхождение и нахождение там наверху. То есть, если температура будет внизу в саванне где-то плюс 30 градусов, плюс 35 градусов, то наверху будет температура минусовая. То есть, настолько очень сильно там образуются большие завихрения, и там постоянно висят тучи, постоянно идет дождь, и очень редко, когда бывает вот так вот светло. Очень редко. Это очень-очень повезло, очень сильно. На самом деле такое бывает очень редко. Вот этот вот тыпуй Рорейма, а следующий тыпуй Кукинан. Под ним 2500 метров. То есть, парень сидит на краю. Да, парень сидит на краю. Еще бы несколько сантиметров, и 500 долларов ты бы не увидел. Да, и он бы возродился в следующей жизни другим существом. Ты провел на этой горе... Я восхождение делал трижды. Трижды? Я трижды делал восхождение на эту гору. Да. С одной группой, с другой группой, с третьей группой и так далее. И в этом большая очень уникальность. Я знал уже всех индейцев. Индейцы знали меня. Я мог абсолютно без фонаря ориентироваться наверху, на плата. Я знал все тропы, все места и так далее. Мне приглашали оставаться там работать гидом и так далее. Окей, двинулись дальше. Что у нас? Вот это, в данном случае, Венесуэла. Это уже Карибское море. Это Каракас. Дальше после всей работы на всех местах Венесуэли, которые самые интересные и представляют интерес. Это я уже двинулся в Каракас. Ну вот, можно его посмотреть. Достаточно типичный город для Латинской Америки. Не скажу, чтобы он там был лучше или хуже, как у того же Буэнос-Айреса или других каких-то городов. Но представляет очень большой интерес, в плане того, что здесь очень-очень много вот такой вот старинной техники. Конечно, не настолько много, как на Кубе, но зато гораздо более свежие варианты есть и в хорошем состоянии. То есть, они именно в хорошем состоянии. На Кубе это по бедности, а тут, похоже, национеры. Да, люди здесь любят, но в то же время здесь техника стоит, вот такая техника стоит очень дешево. Допустим, какая-нибудь Deo 5 лет будет стоить намного-много больше, чем какой-нибудь классический вот такой Кар. Ну, а ты же не забывал о том, что ты все-таки человек, который чаще передвигается на двух колесах или на четырех? То есть, при помощи двигателя внутреннего сгорания. Цены какие там на топливо? Буквально один цент за литр. То есть, за один доллар можно заливать целый бак. Можно позволить себе классику, которая жрет там... Можно позволить себе все, что угодно. Абсолютно бензин там дешевле, фактически, дешевле, чем вода. Вот это да. То есть, Уга Чавес сказал, что недра принадлежат народу, и поэтому нефть у нас будет стоить вот столько. На пограничных районах везде очень большие проблемы. Заправки охраняют военные, потому что очень сильно идет спекуляция между, естественно, на пограничных районах. Ну, хорошо, но Венесуэла, это может быть не очень... То есть, это точно не очень показательно. А, да, хорошо, Колумбия. Ну, Колумбия, я скажу, приблизительно на нашем уровне где-то топливо стоит. Как в России или как в Европе? Как в России. То есть, в общем, дешевле, чем в Европе. Да, дешевле, чем в Европе. То есть, там нормальные абсолютно такие цены. Несмотря на то, что они соседствуют буквально с Венесуэлой, и Венесуэлой поставляет топливо, цены на топливо у них абсолютно в норме. Я сейчас не могу сейчас... А в Колумбии топливо не добывают? Ну, я думаю, что, может быть, где-то они и добывают, да, но бизнес у них больше, наверное, с другим связан. Да, да, да. Так же, как в Боливии и Перу. Ну, вот это уже Картахена, это Карибское море, которое я также проехал по Карибскому побережью. Вот, здесь я намеревался отправиться на яхте, либо какой-то на рыбацкой шхуне, либо так далее, на любом средстве, которое могло бы меня доставить в Панаму. К сожалению, я там провел три недели, я там тоже работал. Я работал свадебным фотографом, и фотографирую просто людей. Там есть много островов, на которых люди женятся, проводят время и так далее. Я там тоже некоторое время работал, но тем не менее, мне не удалось все-таки уехать в Панаму или Гондурас. Сейчас последний человек, который мне обещал это сделать, он постоянно все отстрачивал время, и уже бюджеты выходили за все разумные рамки. И на тот период времени, когда я начал зондировать ситуацию, в Гондурасе очень сильные были волнения. А все-таки велосипед – это такое транспортное средство, хотя бы экологически чистое и доброе, все остальное. Но ты на нем очень сильно подвержен влиянию со стороны людей, которые могут иметь недоброжелательные к тебе отношения. То есть, если на мотоцикле, на машине можно уехать или проехать достаточно быстро, то на велосипеде ты очень сильно подвержен рискам. Не будем замывать, что в моем, если ты помнишь в нашей истории, в моем путешествии на меня напали в Мексике, в штате Чаапас, на границе с Готемалой. И меня отбивал спецназ, и тот горький опыт показывает мне, что в Центральной Америке рисковать не стоит. То есть, там не то место, где это нужно делать, потому что действительно можно расстаться с жизнью очень просто. Они относятся к жизни и смерти очень просто, в связи с тем, что все-таки имеются все индийские корни. Поэтому умереть там ничего не стоит. Да и убить ничего не стоит. Да и убить ничего не стоит. Убивать там будут с улыбкой и, собственно, могут даже поплакать из доброты. Астоловиста. Да, абсолютно так. А они могут тебе сказать, извини, ты мне нравишься, ну извини. И как бы убьют тебя. Поэтому те волнения, которые были в Сальвадоре и в Гондурасе, и отсутствие уже запаса по средствам денежным, вынудили меня лететь в Майами. И буквально у меня оставалось 300 долларов. За 200 долларов я купил билет в Майами. И из Картахены я вылетел в Майами. И в кармане у меня оставалось 100 долларов. Сокращая путь рассказа, чем и как я там занимался, и как я там жил, я скажу, что буквально через месяц у меня в кармане уже было 4 тысячи долларов, заработанных в Америке. Которых мне хватило для того, чтобы стартануть оттуда на Аляску и из Майами. Работаю я совершенно на разных работах, как я и говорил. То есть это было фотографирование, это выгуливание собак, это мытье машин и так далее, и так далее. Что позволило мне скопить деньги для дальнейшего старта на Аляску. Все-таки на Аляске цены в два раза больше, чем на основном континенте. Ну, в смысле континенте, на основной стороне. И затраты там достаточно большие на все, включая питание, проживание и так далее. Вот это вот можно посмотреть меня практически за работой. Что с ногой? С ногой я, когда переходил горные реки, буквально подскользнулся там и раздробил себе ногу. Ты собираешься его съесть или он тебе? Нет, я просто его рассматривал, изучал. Там очень много всяких представителей флоры и фауны. Да, вот такие вот интересные камни. Это природные или? Да, природные. Природные. Да. Интересные. Но я смотрю, ты достойного фотографа нашел, который фотографировал тебя. Фотографировал на самом деле с трех ноги. В данном случае здесь, да, мне помогали уже фотографировать. Ну, вот я тоже делал ребятам фотосессию, да. В любом случае обнаружить фотографа в таких местах достаточно редкое явление. Вот, поэтому я придумал для них какие-то вот сюжеты, фотографировал. И людям всегда на всю жизнь осталась добрая память об их пребывании. Отличная фотография. Да. И места какие красивые. Что это, где это? Это вот Венесуэла. Это мы, да, здесь немножко... Шаблесетом владельцы туристической компании пригласили меня. Вот я им тоже показывал мастер-класс, как надо ездить на Матаспорт. Дальше ты стартанул сразу? Майами, да, и через Штаты. Я заезжал к своему приятелю в Саус-Дакота, с которым мы ездили к горе Рашмор, где высечены четыре президента, да, лица четырех президентов. Мы катались там по лесам. Вот я здесь стрелял с пистолета. Грузовички, верните, пожалуйста. Да, грузовички, достойные буквально обложки Топ-Гер. Вот, и это мой приятель, мне показывал прелести Саус-Дакоты, несмотря на то, что там в городе Суфол смотреть абсолютно нечего. Но леса и национальные парки, которые там есть, и монументы, они, конечно, представляют интересы. И каждый, кто там побывал в Америке, должен все-таки их посетить, потому что, ну, это... Это обычная стоянка была дальнобойщиком, да? Просто, это не стоянка, это просто продажа машин. А, продажа. Просто продажа машин. Просто уж больно красивые, больно в ряд они стоят. Да, да, да. Вот у моего приятеля есть много техники, которые я также очень люблю. Поэтому мы с ним катались по лесам, проехали очень много всяких дорог. А это дом на колесах, да? Это, да, есть тип людей в Америке, которые живут вот в таких вот портативных домиках. Ну, он вообще портативный. Это огромный домида, в который можно запустить. Ну, а по американским мирам он портативный. Моего друга, допустим, дом полторы тысячи метров квадратных. А вот с двумя этажами вниз, с тремя этажами вверх, огромным гаражом и так далее. Поэтому, знаешь, все-таки для Америки портативность имеет такое определенное значение. Ну, да, они любят все большое. Любили, вернее, не любили все. Вот, да, это я вспомнил свое кругосветное путешествие. На таком же мотоцикле я осуществлял свое путешествие. 83 тысячи километров я проехал, поэтому у меня моя ностальгия, конечно, меня ввела практически в медитацию, когда я там покатался. А это что? Это вот в лесах Саус-Дакоты мы сняли дом и, собственно, несколько дней я отдыхал. Вот мы ездили, смотрели монументы. Это монумент Crazy Horse посвящена вождю индейскому. Скульптор-поляк, который сто лет назад пообещал индейцам взамен вот на эту скульптуру ему предоставили кусок большой земли. Вот в итоге сто лет он уже ковыряет эту гору, договорял только одно лицо и дырку между рукой. А между тем уже зарабатывает. Нет, ну он уже, его там родственники. Но смысл в том, что уже он получает очень много денег за посещение из туристов, а монумент так еще он не сделал. А он уже живет на этой земле. А его там уже, вот его родственники, огромное семейство. Да, с предоплату получил огромный кусок земли, а вот еще не отковырял никак как этого лошадь вместе с вождем. Ну, я думаю, что может лет через сто следующие, наверное, все-таки произойдет. Вот, ну вот гора Рашмор, знаменитый фейс из четырех президентов. Вот, достаточно. Вот я там тоже везде покатался на велосипеде. Мы убрали с собой, поэтому там везде по паркам я покатался. Очень, достаточно прикольно. Ну, хорошо. Я так понимаю, что от следующей точки уже... Следующая точка я... Следующая точка была... Это Сиэтл. С учетом того, что у меня оставалась последняя страница в паспорте, и Канада отказалась ставить мне визу. Ну, есть у них такие особенности. Отказалась ставить мне визу, и у меня было несколько вариантов. Буквально можно было бы дождаться открытия навигации по морю, по Тихому океану, и на пароме добраться из Сиэтла, штат Вашингтон, добраться до Анкориджа. Вот, но это нужно было мне ждать еще один месяц. Я, конечно, ждать не стал. И из Сиэтла я вылетел в Анкоридж на самолете. Вот, и уже из Анкориджа взял курс на север. К тому времени все-таки условия были достаточно все равно жесткие, и моя авария, если ты помнишь, мы тоже об этом говорили, в 2004 году, когда меня сбила машина, да, у меня травмированы же ноги, и бедра, и колени, и так далее. Тоже у меня возникли некоторые сложности с этим. Вот, поэтому, и в тех жестких условиях, которых мы находимся в Аляске, я все-таки взял машину в аренду, погрузил туда велосипед, и выгружал велосипед там, где была возможность безопасно покататься, все-таки там существует опасность гризли, и так далее. И там за перевалом... Это уже Аляска, да? Нет, это не Аляска, это Монтана, штат Монтана. Это мы катались с моим другом, катались по лесам. Ну, так давайте нам уже покажите Аляску, что она нам не показывает. Ну, вот Аляска, Аляска впереди. Аляска, ну, очень похожа на самом деле. Ну, там же холодно. Вот, холодно, да. И тем более за перевалом Cold Food начался, ну, вот, Деналия Нэшнл Парк. Это же на уровне, по широте, на уровне нашей Чукотки, да? Ну, приблизительно, да. То есть дальше вот, когда за местом Cold Food, все, начинается вечная мерзлота, то есть температура была на тот момент там минус 15, было все покрыто снегами, скорость ветра достигала порывами до 50 метров в секунду. Машину даже качала Сабурбан, Шеврель Сабурбан качалом на дороге. Вот. Ну, это вот еще в окрестностях Анкриджа, не доезжая в Фаррбэнкс. Вот. Обстреляли кого-то. Кстати, на Аляске есть национальные бедствия. Все дорожные знаки, заборы, все обстреляны из ружья, потому что у всех абсолютно, у всех есть ружья, пистолеты, автоматы, все, что хотите. Поэтому все объекты, которые можно увидеть, они все практически в дырках от оружия. Вот. Просто, ну, людям хочется стрелять по какой-то мишени, да, а не мишени выбирать любой объект, который могут найти. Кстати, на Аляске очень интересно тоже, очень много свалок, ну, или просто оставленных старых машин, то есть совсем старых. Вот, да, можно было видеть, там, 60-х годов, 70-х годов. Это вот такие достаточно интересные явления. Сколько столетий назад наша российская территория была продана, и в результате, как здорово отличается от основной территории Америки, отличается как раз с похожестью на нашу, на нашу российскую. Очень, очень, очень похоже на Камчатку. Вот если прямо вот сказать, где-то на Камчатке... Только на Камчатке таких свалок нет. Вот на Камчатке просто, да, свалок таких нет, их разбирают, просто вот на таких техниках еще на Камчатке ездят, то на Аляске это просто так вот стоит, и все. И вот в чем-то особенность Аляски, вот видишь, люди оставляют так технику и складируют игрушки. Вот если ты видел, да, они просто тоже в Аляске верят в духов, поскольку там Чукча, Алиуты и так далее, и так далее, у них тоже есть определенная вера, да, в духов. Поэтому там наделяют все объекты духами, да, и там очень много каких-то мест, где находятся игрушки в определенной последовательности, образуя какой-то микромир, и находиться в них достаточно очень тяжело. То есть, вот я когда находился, я ощущал, да, прям какое-то очень сильное влияние на себя, да, и очень необычно совершенно, вот видишь, то есть, какие-то игрушки, они находятся просто везде, это не то, что это музей, это просто вот ты едешь, ты находишь какую-то свалку, в котором игрушки образуют какой-то свой мир, да, мир душ. Этими же игрушками играли дети, да, какие-то, или взрослые, и так далее. в результате, сколько по времени заняло у тебя вот это путешествие? 8 месяцев. 8 месяцев. За 8 месяцев ты преодолел 20 тысяч километров. Да, общая дистанция, там около 22 тысяч километров. Вот, можно посмотреть, Аляска, кстати, вот это идет основной нефтепровод, это основная цель, наверное, Аляски. Это больше даже на Сахалин похоже, чем на Камчатке. Кстати, на Камчатке тоже так же. Посимпатичнее на Камчатке, посимпатичнее за счет вулканов. Ну, есть там места, в которых и вообще практически не видно вулканов. Вот такие места. вот Соборбан, которые... Ну, я понял. Тем временем, вот так вот слово за слово мы подошли к финишу нашей программы. Спасибо большое, Влад, за то, что пришел к нам. Это не последний твой визит, надеюсь. Я надеюсь. Следующий раз придешь и еще раз расскажешь о том, что видел и куда собираешься отправиться. Окей. Все, всего доброго. Счастливо. Счастливо.